Рожденный свыше человек Прочтением слов Господа Евангелия от Иоанна Иисус сказал ему в ответ Истинно, истинно говорю тебе Если кто не родится свыше Не может увидеть Царствие Божие И уточняет Господь Что это рождение свыше Совершается водою и духом И для нас это указание божественное На совершение необходимое Для всякого вступающего В Церковь Христову Крещение Крещение мы и именуем Рождением в жизнь вечную Это трехкратное погружение В освященной воде С призыванием Пресвятой Троицы И становится По вере Священника По вере восприемника Если речь идет о младенции Или самого человека взрослого Принимающего крещение И становится Уже делом Рождение в жизнь вечную Прощается И очищается Первородный грех Присущий всякому человеку Приходящему в мир Посредством рождения От матери Прощаются все личные грехи Если они к этому времени Уже появились у человека И В обновленном естестве Силой благодати Божьей Человек начинает Новую жизнь И этой жизни уже нет Конца и края Нет границ Призван всякий Принявший святое крещение Уже не Земной Смертью своей Приткнуться И навеки Обрушиться В могильную Зев Но Нерасторжимым Единством Оказаться И сохранить Это Нерасторжимое Единство Оказаться Причастным Жизни Божественной Ради которой Мы и Производены Из небытия В бытие Так что Рождение свыше Есть дело Очень конкретное И простое Это крещение Как вхождение В Это Единство С церковью Православной Скажете И в Других народах И в других Религиях Есть Люди Одухотворенные Есть люди Благородные Живущие Исправно Что нам Сказать Об их Спасении Ведь Не мы Судьи Нас Не воздвиг Господь На престол Суда В отношении Тех Кто Не ходит С нами И не Приемлет Благодати Духовного Рождения Богом Установленным Способом Знаем Мы и другое Что у Бога Нет Пасынков Все родные Дети И Какое Дитя Говорит Иоанн Златоуст У Какой Матери Урод Так Она Не Отвергает Его За Это Но Еще Более Кутает И Украшает Любя Его Еще Больше Чем Здоровых И Веселых Детей Господь Господь Радуется О Погибели Нечестивого Не Содействует Смерти Грешника Но Обратитесь И Жить Вечно Желает Всякому Потому Установив Общий Порядок Закон Единства Его Господи Облегчи Загробную Участь Молимся Мы О Тех Кто Вне Церкви Закончил Свою Земную Жизнь И Мы Не Знаем Каким Образом Может Явиться В Вечности Милость Этой Души Мы Знаем Собой Как Говорил Феофан Затворник Не Знаю Спасутся Ли Католики А знаю Я Без Православия Погибну Мы Знаем Что Нам Кому Много Дано С того Много И Спросится Но Это Много Не Столь Велико И Заповеди Мои Говорит Господь Тяжкий Не Суть Так Что Возлагая На нас Бремя Христианской Жизни Господь По преимуществу Радует Нас И утешает А не Обременяет И озадачивает Те же Кто лишены Этого Благого Иго Христова Те Бывают Томимы И обременяемы Своими Противоправными Противными Совести Действиями И Таковые Конечно же Как Во мраке Находясь Не имея Перед собою Светильника Писаний Бывают Метутся Но Кого Господь Застиг В расположении Сердца Устремленном Ввысь Тот Если И Не может Быть Вполне Законно Назван Рожденным Свыше То Во всяком Случае К этому Рождению Некое Усилие Своё Положил А Господи Мы знаем Из слов Феофана Затворника Что Нет у него Другой Заботы Лишь бы Миловать Лишь бы Всякий Человек Дал Для этого Хоть Малейший Повод И Зацепочку Так что Будем Предоставлять Тех Кто Еще не Пришел К Господу Его Милости И Святой Его Воли И В живых Ли Тех 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 и не может более рассчитывать на какое-либо земное время для исправления своего состояния. А тех помолимся, да будет с ними Господи святая воля Твоя, тащи, возможно, облегчи загробную участь его. Субтитры создавал DimaTorzok